Здравствуйте! Сегодня мы готовим лагман. Для этого блюда нам необходима баранина, репа, лук, чеснок, морковь, корень сельдерея, не целый, а только часть. Это из разряда корешки и вершки. Значит, помидора, перец, цукини или кабачок, баклажан небольшой и такие немножко островатый перец. Два болгарских я возьму разноцветных и такой чуть-чуть остренький. Сладким его не назовешь, но он такой приостренный. Значит, подсолнечное масло и, значит, лапша. Лагман это вообще переводится как лапша. Я не очень люблю возиться с мукой. И вот тут вот на 40 минут вот этот процесс изготовления простой лапши, которая продается в каждом магазине и очень хорошего качества, я устраивать не буду. Поэтому я ее купил готовую. То же самое делают мои знакомые узбеки. Поэтому буду делать прямо вот для лагмана, естественно, лапшу, а не просто лапшу. Ну что, приступим. И тогда мы складываем, нарезать все овощи. Я напомню, что я разделил, так как я не делаю ни в казане и делаю на простой кухне, для удобства я разделил вершки и корешки. Корешки я буду обжаривать, как вы увидите, в процессе с бараниной на одной сковородке, а вершки, так как они быстрее готовятся, буду делать на другой сковородке, которая у меня еще моется в посудомойке. Вот, поэтому смотрите, смотрите соседние выпуски, там очень много интересного. Это наша очередная съемочная серия открылась. Мы делаем национальную кухню, больше уходим от традиционных рецептов, уходим больше в национальную кухню. Значит, есть мнение, что лагман – это не суп, а второе блюдо. Значит, я так не считаю, я считаю, что это все-таки суп. Побольше бульона добавил, пожалуйста, делай суп. Поменьше бульона можешь использовать как второе блюдо. Но, почему я это утверждаю? Потому что мы вот делали с ребятами из Узбекистана плов, и когда я им задал вопрос, какие у вас есть супы, так они назвали шурпа, а потом лагман. То есть, первоисточник, ребята-узбеки называют лагман супом. Он и в столовых, которые готовят, тоже является первым блюдом. И в каких-то ресторанах он тоже всегда идет как не второе блюдо, не просто горячее, а как именно суп идет. Я вот почитал, когда готовился еще, выбирал способ приготовления вот этого лагмана. Я почитал их несколько, и такого рецепта, какого-то жесткого там, вот делайте так, а не иначе, его нет. Предположим хаш, да, там есть прямо жесткий, четкий рецепт. Другого его нету, нет 8 видов хаша. А здесь все зависит от тех овощей, которые сейчас, вот сезон овощей. Там подошли кабачки, делаем кабачки. Подошли баклажаны, делаем баклажаны. Подошли помидоры, делаем помидоры. Для этого рецепта, вот для того, чтобы не обжаривать баранину со всем вот этим жиром, я взял и приготовил баранину до пологотовности. Это один из вариантов. Можно обжаривать, вот, например, в мангале, когда много людей. И это делается на улице. Можно прямо обжаривать баранину в этом, в масле сразу же. Или в кирдючном масле. Да это другие варианты. Я приготовил ее, вварил до пологотовности. И буду ее уже подваренную. Вот сейчас разберу, она тут на кости. И я буду делать ее подваренную и обжаривать ее вместе с овощами уже с вытопленным лишним жиром, чтобы он, ну, таким, полегче, так скажем, был. Я полукольцами большими буду делать, не буду, не буду сильно церемониться. Лучше особо не мелчить. Все-таки деревенское блюдо, оно не такое там утонченное. Что мне научить? Можно и покрупнее все это дело сделать. Да, и почему я разделил, еще раз расскажу, почему я разделил это на вершки и корешки. Потому что, ну, просто корешки дольше готовятся. И ограниченные, ограничения есть по объему. Ну, на кухне же не будешь такой казан делать, в котором можно все свалить. Тут мы, я возьму такую вок-сковородку, она немножко похожа на казан, чтобы все так это обжаривалось правильно. Но все равно нужно каждый раз привыкать к ножу. Давно я этим не работал ножом, он хороший, но тут уже можно цапнуться. Так, ну, узбеки очень любят морковь. И делают, и делают, чистят, и чистят морковь. Сколько ж можно-то? Сейчас увидишь, придает особый вкус узбекским блюдам. Сделаем, конечно, и другие разновидности. Сейчас возьмем вот это за базу, потом сделаем обязательно на воздухе в казане большой лагман. То есть, это постепенно будет. У нас еще впереди куча выпусков, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Можно использовать стебель сельдерея, можно использовать корень. Все-таки стебель, он особенно в супе, ну, так скажем, мягко очень сказать, непрезентабельно выглядит. Сейчас сразу пойду ставить овощи. Корешки буду ставить, а вершки буду разделывать. Разделываем. Надо перебрать все мясо. Вот как раз. Вот, чтобы можно было в тарелку, так, знаете, как вот китайцы делают. У них же тоже там очень принято. Ну, я думаю, что такая разновидность лагмана, тоже лапша. Я был в Китае, видел там, разное мясо тоже так же накладывается. По тому же принципу накладывается лапша, а потом выкладываются овощи и бульоном. Все заливается и все делается палочками. Тоже, тоже привелось там. Заливается бульоном все. Чтобы... Джазя, отойди! Нельзя! Нельзя! Вот сидит вот. Вот тут сиди. Сюда не подходи. Знаешь, есть наши зрители, какие агрессивные. Столько напишут комментариев годливых, что котов нельзя, котов нельзя. Пренебрежительно относятся к котам, понимаешь? Это у нас с тобой дружеские отношения. А есть люди, которые гоняют котов. И относятся к ним несерьезно. Понимаешь? Поэтому лучше сиди так, на границе, дозволенного общественным сознанием. Вот, все. Разобрали баранину. Откладываем в сторону. Я вот слегка буквально срезаю самую твердую часть. Вот эти цукини. Итальянцы делают салат. Вообще бомбически я как-то воспроизводил. Но вещь. Все, баклажанчик тоже почистим. Значит, я налью сюда масло и бахну баранину. Отдельно ее обжарю, чтобы потом соединить... Соединить уже с корешками. Все, пошли. Как раз обжариваем на быстром огне, на таком, на сильном огне баранину. И сейчас туда чеснок. Бабахнем. Нам нужно, чтобы он сейчас пообработался. Поотдал баранине и всему, что там есть, жиру, свои вот эти вот чесночные ароматы. То есть мы сейчас только дождемся, когда чеснок отдаст баранину и в масло все, что нужно нам от чеснока. И сразу же закладываем туда корешки. И ставим на мелкий огонь. И приступаем к обработке вершков, потому что они быстрее готовятся просто. Вот и все. Теперь что мы делаем? Мы берем кастрюлю и женим баранину с корешками. Ух ты! Вот в эту сковородку, в которой были корешки, мы наливаем масло и начинаем обжаривать те продукты. Вот если мы сейчас туда, прямо в масло, бросим баклажаны и цукини, они сразу впитают все, и все. И они будут в масле, а всем остальным не достанется. Поэтому я делаю так. Жесткий перец есть? Есть. Сначала делаем раз сюда перец. Видите, он сразу зашипел, и процесс пошел. Достаточно на быстром огне мы его раз вот так вот обжариваем. Я сейчас делаю вариант лагмана, который можно приготовить на кухне. Естественно, потом с моими знакомыми ребятами из Узбекистана мы сделаем уличный лагман в Казани, как они это себе представляют, со своими правилами. Вот такая история. Поэтому у нас будет несколько вариантов лагмана, ну, как это уже принято у нас делать в блоге. Поэтому сейчас только тот вариант, который можно воспроизвести вам на 6-литровую кастрюлю, так скажем. У нас перец и помидоры отдали все соки и обмякли. Самое время закладывать те продукты, которые впитают эти соки в себя. Это кабачки и синенькие баклажаны. Вот, как раз сейчас увидим, как это все быстро и четко произойдет. Ну, естественно, пришло время добавить соль. Соль по вкусу. У нас с кастрюли тоже нужно чуть-чуть подсолить. Как только возобновилось кипение, я добавляю сюда дробленый черный перец. И тоже чуть-чуть вот так вот притоплю и перемешаю, чтобы вовремя вот эта жидкость тоже впитала аромат и перца и ушла в баклажаны, и ушла в кабачки. Закрываю крышкой. Ждем минут... Минут десять. Ну, а теперь начнем соединять все содержимое кастрюли с мясом и корешками и содержимое нашего вога, сковородки, да, с вершками. Вот так вот. Раз. Все. Пока все в кастрюле доходит до своей готовности, мы ставим воду и начинаем варить лапшу. Ну, вот прошло минут пять-семь после того, как мы соединили все в нашей кастрюле и теперь заливаем горячим баранин бульоном. Баранину, в котором варил. Разгоняем чуть-чуть газ под кастрюлей и доводим все до кипения. Как только закипит, можно бросить туда нашу петрушку, зелень. Тем временем начинаем закладывать нашу лапшу. Вот так. Тихонечко. Раз. Ну, вот петрушка нарубленная прямо мелко. У меня вот в такой мисочке сельской, грузинской. Я сейчас возьму и частично петрушку заложу в кастрюлю и частично оставлю свежей для того, чтобы раскладывать в каждую тарелочку. Тем временем у нас почти готова лапша. Сейчас будем уже останавливать, сливать воду и накрывать на стол. Помните, у нас осталось небольшое количество бараньего бульона. Так вот, чтобы лапша не слиплась, я чуть-чуть прямо паломничек добавлю туда, потому что там и жирок небольшой остался, и влага, чтобы была, чтобы не обезводилось. Все. Так. Лагман готов. Так, накладываем лапшу. Опа. Красота. Опа. Вот так вот мы накладываем лапшу. И пусть кто-то попробует сказать, что это не суп. Пожалуйста. Вуаля. Будем как наши друзья итальянцы. Раз, 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 раз. Ну, все. Ну, идеально. Просто идеально. Хвалите себя чаще. Источник забывается, а в ней не остается. Дайте. Я вас угощу чуть-чуть. Вы мне спиртную оценку дадите. Давайте попробуем. Как получилось? Вот только что наложил, вам специально принести и попробовать. Попробуй. Тест вам. Все чисто, баранина там, все как положено. Спиртная оценка. Похоже на лапшу. Самая лучшая похвала. Я аж покраснею сейчас. Ну вот. Спасибо большое. Угощайтесь. Кушайте, пожалуйста. Получилось. Получилось. Делайте так же, как я это показал. И у вас будет замечательный результат. Ставьте лайки. Если кому вдруг не понравилось, ставьте дизлайки. Любая активность на нашем канале приветствуется. Желаю вам всего самого наилучшего. И смотрите следующие выпуски. Программы «Шеф Шаров. 500 супов». И разные другие бонусы. И приготовления разных вкуснятий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok